нам вся страна заходила и все было нормально вообще в году неудобно вдруг стало автобус не подрос выше не сдал какие ступеньки другие наоборот зарядка вам чаще заходить здоровье будет лучше так прогулялись по фарту погода налаживается вроде бы прохладно но хорошо а как они Съемка. Сюрприз. 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 Друзья, спасибо большое за небольшую паузу на сегодня. Да, с нами сегодня путешествуют. Канал «Осказать 4». Прошу, любите жалобы. Я думаю, что стоит заклинание, которое мы уже должны выучить. Поехали. Поехали. Следующая наша остановка уже будет непосредственно на огородном проезде. О создании этих огородов мы с вами поговорили. Теперь, собственно, ознакомимся с тем, что на этих огородах до сих пор растет, и что мы там сможем в нашу продуктовую корзинку собрать. Выдвигаемся в сторону завода плавленых сыров карат. Вспомним то, что до нашего времени не дожило. А именно Останкинский молочный комбинат. Кто помнит девочку Асташеньку. Вот в фирме «Двезнака» девочка с молочной бутылкой в кружке. Вот, Валя, Осташенька я называли. Это было официальное именование. Вот. Но сейчас, к сожалению, вот будем проезжать после перекрёвка с правой стороны. Вот стройплощадку крупный пик. Дай Богу всем здоровья. Останкинский молочный комбинат, к сожалению, больше не находится на карте Москвы с 2020 года. Вот. Хотя тоже было предприятие исключительно передовое и грандиозное. Потому что в 1955 году газета «Вечерняя Москва» написала, что 30 ноября 1955 года вступил в строй крупнейшей в стране Москвы молочный комбинат. Комбинат может перерабатывать более 500 тонн молока. Основной ассортимент продукции составляют молоко бутылочное, кефир, творог, сметана, сырково-творожное изделие. За молочным комбинатом, дальше по проезду Добролюбову, располагался знаменитый Останкинский завод напитков, производивший первую в Советском Союзе Pepsi. Это линия производства Pepsi, которая была завезена в 30-70 году специально к Олимпиаде Московской. Вот такое было чудесное соседство у завода плавленных сыров. Мы сейчас на нем остановимся чуть более плотно и чуть более внимательно. Будьте готовы сейчас к очередному выходу. Машина вызывает горный интерес и это так здорово. Идеально. Виктор, вы делаете для нас сегодня такой праздник. Даже никуда идти не придется. Это чудесно, друзья. Прошу. Немножечко еще погуляем. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Особожим проход. Чуть-чуть. Добавляем. Хорошо. Чуть кататься. Пока под удар не попадает. Что? Таранта. Да. Таранта. Ну, по-моему. Понимаем. Понимаем. Конечно, слава богу, нет. Пойдем пока раздаваем.